Таджикистан Зять президента Узбекистана Отабе Кумаров организовал благотворительную акцию, во время которой от его имени нуждающимся бесплатно раздавали несертифицированное в стране китайское средство профилактики коронавируса Лиан Хуа. Слава Богу, есть вот щедрые люди с большим сердцем. Такой не в трудный момент помогает. Занятия в таджикистанских школах начнутся 17 августа. За две недели до 1 сентября школьникам предстоит наверстать все, что они пропустили весной. Для нашей безопасности, конечно же, лучше дистанционное обучение. Но я сама выбираю школу. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкесской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября. Постановление о проведении выборов принято на сессии обеих палат Таджикистанского парламента. По закону кандидата на пост главы государства могут выдвигать политические партии, профсоюзы областей, городов и районов. Это будут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости. Президент избирается сроком на 7 лет. Кандидаты должны прожить в стране не менее 10 лет, владеть таджикским языком, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет. Эмум Алий Рахмон возглавляет страну с 1992 года. На предстоящих выборах он основной кандидат. В течение 28 лет закон о выборах менялся несколько раз. Это позволяло Рахмону оставаться у власти без ограничений. По мнению международных наблюдателей, ни одни из выборов в Таджикистане не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам. Традиционно выборы президента Таджикистана проходят в ноябре. К примеру, предыдущие состоялись 6 ноября 2013 года. Почему в этот раз они пройдут в октябре? По мнению политического обозревателя Тимура Варкин, на то есть несколько причин. Первое. На выборы идет сам Рахмон, а не его сын Рустам Эмум Али. Второе. Верное отключение электричества предстоящей зимой. Самое главное, самое новое – это влияние пандемии. Это новый фактор. То есть 28 лет прошло, и отключение света – это не новость для Таджикистана. Нет никаких перемен, никаких новшеств. То, что вдруг опять, спустя 28 лет правления Рахмуна, будет отключен свет, люди будут сидеть без света, для них никакой новости нет. Никаких перемен за это время не произошло. И никакого света в конце тоннеля. Таким образом, единственный новый фактор здесь – это коронавирус и опасение того, что именно на ноябрь может прийти пик новой волны коронавируса, и вновь будет очень востребован слоган «Сидите дома». И этот слоган «Сидите дома» очень невыгоден Рахмону, потому что тогда не будет явки. Очередной инцидент на Кыргызстанско-Таджикистанской границе с применением оружия. Со стороны Таджикистана погиб один человек, а со стороны Кыргызстана ранен пограничник. Как сообщает Главное управление пограничных войск Таджикистана, сегодня в 4 утра на границе Махалея, Лангари и Махиен Таджикистана и местности Экиташ Баткенского района Кыргызстана выстрелом из охотничьего ружья был ранен начальник кыргызстанской заставы Куктож Шеркавиров. Кыргызстанская сторона сообщает, что стреляли неизвестные. Раненого госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Примерно в это же время на расстоянии одного километра от госграницы был ранен ногу Таджикистан с жителем Махалея Саманьон Вахид Вахобов. Он скончался от потери крови. В настоящее время обстановка на границе стабильная. Представители погранслужб двух стран ведут переговор. Кыргызстан и Таджикистан имеют общую границу в 970 километров, из которых согласовано лишь 519. Оставшаяся часть значится спорно, из-за чего часто происходят конфликты между двумя странами, нередко с применением оружия и человеческими жертвами. В Казахстане резкий всплеск бытового насилия в Министерстве внутренних дел бьют тревогу. Там говорят, что за время пандемии количество таких преступлений ощутимо выросло. Полицейским пришлось в период карантина привлечь к ответственности более 8 тысяч граждан. Подробности узнаем у Ярнура Дожжанова. С нами на прямой связи из Нурсултана. Ярнур, приветствую. Какое наказание обычно ждет за подобное преступление? Приветствую тебя, Шавкат. Наказание для домашних тиранов ужесточили в начале этого года. Сделали это по поручению Тукаева. Убрали штрафы. Значительно увеличилось сроки административного ареста до 20 суток. Но это все не помогло. Сегодня ВВД отчитались. С начала года 33 человека скончались в результате бытового насилия. А в период карантина с марта по июль уровень такого вида преступности вырос почти на 42%. Это очень большие показатели. За это время правоохранители привлекли к административному аресту свыше 8 тысяч граждан. Почти половину из них отправили за решетку. Ситуация и вправду плачевная. Мы недавно снимали материал про бытовое насилие. Тогда в крестных центрах жаловались, что уже нет мест для жертв. От безысходности волонтеры снимают пострадавшим квартиры. Сегодня по всему Казахстану функционирует более 40 таких специальных центров. В 29 примерно из них есть приюты. В некоторых даже оказывают помощь тиранам. Как сообщили ВМВД в этом году профессиональную помощь получили более чем 500 жертв бытового насилия. На уровень насилия в семьях влияют ряд неблагоприятных факторов. Социально-экономические условия, общая психологическая неустойчивость, бытовая неустроенность. Мы понимаем, что только одним лишь ужесточением санкций и контролем невозможно предотвратить фактор насилия в семье. Причина здесь гораздо серьезнее, что вызывает обеспокоенность о подрастающем поколении. Ернур, на днях власти заявляли, что начнут осенью вакцинацию от коронавируса. Известно уже, сколько человек планирует привить. Вакцину бесплатно получат почти 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения. В основном на прививку могут рассчитывать люди из группы РИСК, включая лиц старше 65 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с хронической болезнью легких и еще медработники. Как говорят в Минздраве, Казахстан в числе первых среди других государств должен получить вакцину, если ее, конечно, изобретут. Такие условия были, когда страна вступала в глобальный альянс по вакцинации и иммунизации. Ну, а в завершение коротко о том, сколько человек скончались от коронавируса. За минувшие сутки 34 человека стали жертвами коронавируса, а от пневмонии умерли 16 казахстанцев. Далее репортажи из Атраусской области. Регион в лидерах по числу заразившихся. И совсем недавно был одним из основных очагов заражения COVID-19 в стране. В область даже, напомню, экстренно отправляли медиков из других мест, чтобы стабилизировать ситуацию. Удалось ли это сделать, об этом в следующем материале. Это отделение реанимации Атраусской областной больницы. Здесь сейчас борются за жизнь 20 человек. Пациенты с диагнозами коронавирус и пневмония подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы всем больным с дыхательной недостаточностью хватило места, в стационаре для них оборудовали два этажа. Атраусская область лидирует среди регионов Казахстана по числу заразившихся. Начиная с середины июня здесь фиксируют резкий всплеск заболеваемости. Врачи вспоминают, в день поступало по 100 пациентов. Нагрузка была очень большая. Местами не успевали. Тогда на помощь медикам пришли волонтёры. Чтобы спасти больных, они доставляли в больницу вот такие кислородные баллоны. «Это у нас полные баллоны. Это примерно 75-90 килограммов. Это полные. А эти уже пустые. Эти вынесли из палат. Заполненные баллоны мы поднимаем на лифте и складываем здесь. Затем разносим по палатам, а пустые забираем». Тяжёлые кислородные баллоны врачи и медсёстры каждый день поднимали сами. До второго и третьего этажа. Дело, надо сказать, не из лёгких. Сейчас такой нагрузки нет. Всё благодаря волонтёрам. Да и эпидемия в регионе в последние недели пошла на спад. «Сейчас у нас уменьшается количество пациентов. Если так пойдёт и дальше, то освободим этот корпус. В тот корпус уже не будем таскать баллоны. Там предусмотрено подведение кислорода к пациентам. Надеемся, со следующей недели нам уже не придётся возиться с баллонами». Период с июня до середины июля врачи вспоминают с ужасом. Говорят, это был самый трудный отрезок времени за всю пандемию. Аппаратов ИВЛ не хватало. Пациенты умирали на глазах. Чтобы хоть как-то спасти больных, начали использовать кислородные баллоны. «Долго здесь лежите? Долго. Как сейчас самочувствие? Сейчас чувствую себя хорошо. Здесь в новой больнице лежал 10 дней. Сегодня четвёртый день. Как стало легче?» «Мне 65. Сегодня отключат от кислорода. Стало лучше. Слава Аллаху! На всё воля Аллаха. У него и просим. Как видите, сейчас всё неплохо». В Атравской области на сегодня зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, скончались 29 человек. Сколько жителей региона стали жертвами пневмонии, схожей с COVID-19, доподлинно неизвестно. Такие данные по регионам в Министерстве здравоохранения не озвучивают. Ернур Душан, организатор Оспанов, Настоящее время Азия, Казахстан. Младшего азиатя Шавката Мерзиоя улечили в распространении несертифицированного в Узбекистане препарата Лианхуа. В Китае его назначают для лечения коронавируса. В интернете опубликовано видео, где спортсмены Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана от имени Отабека Умарова передают партию этих лекарств в многопрофильную больницу в Ташкентской области, где лечат больных COVID-19. Рассказывает Акрам Абекахор. На кадрах видно, как узбекистанский боец смешанных единоборств Мурот Хантураев заносит в больницу коробки. При этом на спортсмене надета майка с инициалами младшего зятя Мерзиоева. Хантураев передает препараты и подчеркивает, что это помощь от Отабека Умарова. В случае необходимости врачи могут обращаться к нему в любое время. Эти лекарства принесли для вашего здоровья. Мы благодарны вам. Далее в ролике спортсмен открывает одну из коробок и показывает его содержимое. Кстати, все надписи на упаковках на китайском языке. Комментируя благотворительность зятя президента, сотрудник фармакологического комитета Узбекистана на условиях анонимности сообщил редакции радио «Узудлик» о том, что китайский препарат «Лианхуа» не зарегистрирован на территории страны и не прошел должных клинических испытаний. Специалист добавил, что его распространение, продажа и употребление запрещены в Узбекистане. На одного больного, по-моему, курс лечения – две коробки. Благотворительная компания Отабека Умарова только-только начинает набирать обороты. В популярных телеграм-каналах Узбекистана распространяются видеоролики, на которых неизвестные люди обещают бесплатно раздавать китайский препарат пациентам с положительным результатом теста на COVID-19. Наши коллеги из радио «Узудлик» позвонили одному из благотворителей и попытались узнать, как им удалось доставить в страну несертифицированный препарат. Слава Богу, есть вот щедрые люди с большим сердцем. Такой у них трудный момент помогает. Конечно, не все можем помочь, но как можем. Кому нужны лекарства, вот эти китайские, от коронавируса, очень эффектные. Вот, обращайтесь, проведем. Кто хочет взять лекарства, должен этот тест быть, чтобы действительно подтверждается, человек больной. Тем временем, акция взятия Шавката Мерзьёева спровоцировала ажиотаж. В последние дни пачка китайского препарата, который стоит в Китае 2 доллара, на черных рынках Ташкента начали продавать от 6 до 40 долларов. Надеются на лучшее, готовятся к худшему властей Кыргызстана. Все, как в поговорке, рапортует об улучшении ситуации, но попутно предупреждают о населении, о возможной новой волне заболеваемости. Чиновники обещают подготовиться, правда, пока сами путаются в цифрах и до сих пор не определились, как будут учить детей, онлайн или оффлайн. В этом вопросе поможет разобраться Дарья Тимофеева, она с нами на прямой связи. Даша, привет. Есть ли в словах чиновников какая-то конкретика? Что ждать осенью и дает ли власти какие-то прогнозы? Шавкат, привет. Сейчас многие кыргызстанцы гадают, что же на самом деле происходит в стране. Версий много, например, есть те, кто верят, что власти что-то знают, но молчат и скрывают. Другие считают, что чиновники просто поздно опомнились. Ну и есть оптимисты, кто уверены, что руководство страны просто учитывает свои прежние ошибки и сейчас готовится к новым вызовам. На самом деле сообщений так много и они все противоречивые, что сделать какие-то однозначные выводы очень сложно. Например, с одной стороны правительство срочно ремонтирует и строит новые больницы, закупает лекарства и медоборудование, а с другой закрывает временные стационары и убирает санитарные посты в курортных зонах. Даша, а что говорит по этому поводу официальная статистика? Официальные данные, они за последние недели дают надежду, что эпидемия коронавируса в Кыргызстане скоро закончится, но вот эту надежду разрушили на днях эксперты, которые сказали, что, возможно, вторая волна в октябре. Да и вообще к статистике все меньше доверия, оно постоянно падает. Во-первых, потому что правительство перестало публиковать данные о количестве проведенных за сутки тестов на коронавирус. И сейчас вот бытует мнение, что не столько снизилось количество заразившихся, сколько снизилось количество выявленных. Да и ляпы самих чиновников, они вот убивают последнюю веру в эти официальные цифры. Например, сегодня полпред в Джалабадской области сначала сказал, что в регионе всего около трех тысяч заболевших. А потом на этом же брифинге заявил, что после подворового обхода выявили уже около пяти тысяч зараженных коронавирусом. И вот какие им данным верить и что из них входит в статистику, непонятно. Премьер накануне заявил, что количество заражений за последние две недели снизилось практически на 40%, но при этом призвал не расслабляться. Никто не гарантирует, что не настигнет новая волна заражения. Опыт других стран говорит об этом. И если мы не будем соблюдать санитарные нормы, ситуация у нас может ухудшиться. Пока рано говорить, что у нас благополучная ситуация. И вот подобные нестыковки в речах чиновников можно увидеть, услышать постоянно. Например, еще в марте они обещали запустить базу данных открытую, где будут размещены данные о всей ГУМ-помощи. Волонтеры даже создали такой портал, но потом случился какой-то конфликт, был уволен вице-премьер, и портал так и не заработал. Сейчас обещают создать новый. Так и нет и открытых данных по количеству и тому, как расходовалась финансовая помощь, полученная на борьбу с коронавирусом из-за рубежа. Работаем над созданием единого информационного портала, в котором будут объединены данные Министерства здравоохранения, фонда ОМС, а также та огромная гуманитарная помощь, которая поступает от нашего населения и волонтеров. Это позволит всем нам более рационально использовать имеющиеся ресурсы и более точно направлять помощь. Спасибо. Дарья Тимофеевна была с нами на прямой связи. А на востоке Туркменистана, в Марийской области, скончавшихся предположительно от коронавируса, власти распорядились хоронить на рассвете, сообщает туркменская служба радио «Свобода Азатлык». Умерших привозят из инфекционной больницы ближе к рассвету. Родственникам говорят, чтобы они немедленно все приготовили для похорон, для чего везут тела на кладбище и хоронят. Таким образом, люди не увидят обряда и не придут на поминки. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде. В самой столице из-за резко возросшего числа умерших на местных кладбищах могилы начали копать компактными экскаваторами. В частности, такие могилы корреспондент издания увидел в районе Акбукдай. Несмотря на официальную риторику власти об отсутствии в стране коронавируса, оказалось, что органы на местах все же собирают статистику по умершим от COVID-19. Так, в Лебабской области сотрудники местной администрации начали собирать информацию об умерших и обстоятельствах их смерти. Школьники Таджикистана готовятся к новому учебному году. Начнется 17 августа. За две недели до 1 сентября учащиеся должны будут наверстать все то, что они пропустили в конце прошлого и учебного года из-за пандемии коронавируса, рассказывает Григорий Ермилко. Таджикистанцы устали от самоизоляции и готовы отпустить своих детей в школы, полагают чиновники. Занятия начнутся 17 августа. Задача – пройти весь пропущенный из-за начала пандемии коронавируса материал. Власти страны регулярно сообщают о том, что ситуация с распространением COVID-19 под контролем. Родители тоже не очень боятся заразиться и спокойно готовятся к началу занятий. Нет, по-моему, все безопасно, потому что везде в школах будут соблюдать меры безопасности. Было бы лучше, если дети бы дома занимались, дистанционно. Для нашей безопасности, конечно же, лучше дистанционное обучение, но я сама выбираю школу. Решение начать занятие еще в августе было принято по рекомендации штаба по противодействию коронавирусу. Несмотря на то, что количество новых случаев заражения COVID-19 в стране уже полтора месяца колеблется от 40 до 50 в день, чиновники Минобразования уверяют – никакой угрозы детям нет, и для безопасности учащихся приняты все необходимые меры. В учебных заведениях, общеобразовательных школах и профессиональных училищах должны обязательно храниться антисептики в достаточном количестве. Заведения должны быть обеспечены чистой водой, мылом. Соблюдение мер санитарной безопасности будет контролироваться очень жестко, в том числе и соблюдение дистанции среди школьников. В случае начала второй волны эпидемии в Минобразовании обещают принять адекватные меры. От сокращения времени уроков и количества учащихся в классах до перехода на дистанционное обучение. Для этого якобы все готово. Правда, местные СМИ неоднократно писали о том, что эфирного времени местных телеканалов недостаточно для уроков всех 11 классов таджикистанских школ. А качество интернета даже в столице оставляет желать лучшего. Занятия 17-го будут, так как ситуация в норме с распространением вируса. Положение не тяжелое сейчас, поэтому занятия будут проходить по принятым стандартам и учебным планам. Конечно же, в случае изменения ситуации будут приняты соответствующие меры. В первый учебный день 17-го августа у всех 11-ти классов будет только один урок – урок мира. В этот день президент страны Эмамали Рахмон выступит в одном из вузов страны, а трансляция будет вестись в каждой школе. Глава государства расскажет детям о патриотизме, любви к родине и напомнит, кто принес мир Таджикистану. Григорий Ермилко. Настоящее время. Азия. Жизнь певца из Алматы Бахатбека Амирхана кардинально изменилась во время пандемии. Вместо микрофона сейчас у него в руках швабра и тряпка. Молодой человек продолжает выступать, но теперь его аудитория – пациенты с коронавирусом. Рассказывает Сергей Хершвилл. Бахатбек Амирхан – певец из Алматы. До коронавирусного карантина он пел в ресторанах, выступал на свадьбах и юбилеях. Но эпидемия изменила его жизнь кардинально. Теперь он на передовой борьбы с коронавирусом. В специальном костюме тяжело дышать. Ты голодный, хочется петь. Устаешь, моешь по 16-17 палат. Убираю в палате и пою песню Димаша. Без распевки, без ничего. Отдыхаю так. Бабушкам, женщинам, да и мужчинам нравится. Бахатбек стал волонтером. Вначале он развозил нуждающимся продукты питания, помогал чем мог. Но уже в мае пришел в инфекционный стационар и стал там волонтером. Начал осваивать азы медицины. Глаза у него горят. Научился проверять сатурацию, научился измерять уровень сахара в крови. Всему учишься, пока там находишься. Если так посмотреть, я же никогда в жизни тряпки в руках не держал. Ходил по торжествам в костюме, держал микрофон, занимался искусством. Жизнь заставляет учиться всему. Родители и братьев Бахатбек не видел уже больше трех месяцев. Рассказывает, что и на творчество просто нету времени. Чтобы хорошо петь, нужны силы, а их порой нет. Палаты переполнены, персонала не было. Скорые приезжали сюда одна за другой. Мест нет. Хотим положить туда? Нельзя. Сюда? Тоже нельзя. Тела увозили в морги. Все были в тяжелом состоянии. Кислорода на всех не хватало. Было трудно. Больница переполнена. Мы бегаем. Ни сна, ни свободного времени. Даже поесть было некогда. Мы все время подменяли друг друга. Тогда было очень сложно. Бахатбек делает все, о чем его попросят, и медперсонал. Умывает пациентов. Убирается в отделении. Я очень сильно привязался к одному человеку, ухаживал за ним. В обеденное время приносил ему еду, но он ее не ел. Как-то посидел с ним рядом полчаса и вышел в коридор. Ночь, около половины третьего. И тут из палаты доносится глухой звук. Вместе со вторым санитаром мы побежали в палату. Я знал, что звук был со стороны, где лежал тот самый человек. Забегаю в девятую палату, он лежит на полу. А мы не можем его поднять. Нас двое санитаров. Подошел врач и пощупал пульс на шее. И сказал нам, не нужно его поднимать. Уже было все. Я посмотрел на врача, а мы же видим только глаза друг друга. Мне стало очень больно. Пару дней не мог прийти в себя. У Бахатбека есть мечта. Он очень хочет принять участие в международных вокальных конкурсах. Может быть, даже открыть свою школу искусств. Это была программа «Азия». Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. Всего доброго. До встречи ухи. Без любви ничего большого не строится, ничего большого не бывает хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова